Всем привет, мои дорогие друзья и подписчики. С вами, как всегда, не первый, но и не последний московский видеоблогер. И сегодня у нас на улице 26 октября 2017 год. На улице, ребята, сегодня очень и очень плохо. Сегодня идет с самого утра снег и сильный ветер и очень и очень холодно. И несмотря на это все, я все равно взял и собрался и поехал за покупками в гипермаркет Ашан. И я уже только что, ребята, приехал домой и хочу сейчас с вами, мои хорошие, поделиться своими покупками, которые я там только что в Ашане совершил. А, ребята, сегодня я купил в Ашане, вот, как всегда, куда русскому человеку без белого хлеба нарезного. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, вы уже видели, да, батон нарезной каждый день. Я сегодня купил таких, снова, три батона. Вот, раз батон, два батона и вот три батона. Цена за один батон составляет пока так же, слава богу, 9 рублей 90 копеечек. У меня здесь три батона. Умножаем и получаем на 29 рублей 70 копеечек. Так, с хлебушком разобрались. Убираем его в сторону, чтобы он нам больше и больше не мешал. Так, дальше, значит, ребята, там же в Ашане, естественно, я сегодня купил газета, которая называется Телек Пресса. Вот такая вот, посмотрите, пожалуйста. Вот, Телек, 52 канала ТВ. А ТВ-программа с 30 октября по 5 ноября 2017 года. Видите, нарисован сегодня Максимка Аверин. Вот, Максим Аверин. Ну, вот такая вот программа, значит. И цена вот за эту программу составляет, я купил одну штуку, 18 рублей 2 копеечки. Так, убираем ее в сторону. И там же, естественно, в Ашане я сегодня снова купил, потому что мне она очень понравилась. Сельдь, вот такая вот, от фирмы каждый день. Посмотрите, пожалуйста. Видите, какая хорошая, крупная фирма каждый день. Так, сельдь слабосоленая. Там много лежало, но я взял первую попавшую. И вы представляете, ребята, мне с первого раза повезло. Селедка оказалась очень такая плотная, упитанная, красивая. Вообще, как нарисовано просто. И что очень радует, здесь 469 граммов. И, как правило, она попадается все время с икрой. Вот. И что еще радует, это сельдь тихоокеанская, слабосоленая. Вот, я купил одну штуку. Так, и цена за килограмм составляет этой селедки 181 рубль 69 копеечек. У меня здесь 469 граммов. Умножаем и получаем. Вот эта вот селедочка мне обошлась всего лишь в 85 рублей 21 копеечку. Так, я купил одну штуку. Убираем ее в сторону. Так, с селедочкой разобрались, ребята. Там же в Ашане я сегодня купил яблоки. Каких только там не было. И из Сербии привезли яблоки красные. Они там стоят где-то 70 чем-то рублей. Молдова яблоки были красные. А я купил наши, российские. Потому что я всегда поддерживаю по возможности только российского производителя. Потому что я являюсь патриот. И я очень люблю Россию. И вот я купил наши российские яблоки. Так, вот такие вот. И что очень порадовало меня, это сорт называется Антоновка. И цена за килограмм этих яблок замечательных составляет 61 рубль ровно. У меня здесь 1 килограмм 182 грамма. Я сам взвешивал. И эти яблоки потянули у меня на 72 рубля 10 копеечек. И вот я сейчас хочу вам показать, какие хорошие яблоки. Я сам там выбирал, накладывал. Вы только посмотрите. А если бы вы знали, ребята, какой от них идет аромат. Ой, обалденно. Это я купил для того, чтобы испечь шарлотку. Пирог буду печь. Вот такие вот яблоки. Так, все, яблочки убираем. С яблочками разобрались, мои хорошие. Так, дальше. Там же в Ашане, естественно, я купил снова ветчину. Вот такую вот. Это самая ветчина вот из индейки. Посмотрите, пожалуйста. Очень хорошая. Очень вкусная. Ферма каждый день. 400 граммов здесь. Так, и вот этот вот батон потянул мне, который ветчина из индейки. На 78 рублей 90 копеечек. Вот, я купил один батончик. И заодно я вот купил такую же вот тоже ветчину, но только уже она из окорока. Тоже 400 граммов. Каждый день тоже. И вот этот вот батон стоит 73 рубля 90 копеечек. Вот. Это, правда, Удмуртия, Мар-2. А это вот... Сейчас я посмотрю, я забыл. Это вот Виткавина, Московская область. Ну, вот такая вот ветчина. Кстати, я пробовал вот это вот Удмуртия. Тоже очень вкусная. И это тоже вкусная. Так, ну вот. И, ребята, вы не поверите, я сегодня в Ашане чуть в омарк не упал. Мне там чуть плохо не сделалось. Было у них там по акции, потому что Ашану недавно было 15 лет, день рождения. И у них стояло молоко Останкинское по акции. Ребята, вы представляете, по акции. Вот такое вот молоко, которое называется 36 копеек. Молоко пастеризованное. Что такое пастеризованное? Которое не может долго храниться. Поэтому это самое полезное и хорошее молоко. А хранится оно там дней 10, не больше, плюс-минус. А ультра пастеризованные, там стерилизованные, они по полгода лежат. Поэтому вот. И молоко это что очень радует? Гостовское. И что я хочу сказать? Вы не поверите, я сегодня купил целых 4 пакета. Посмотрите, вот раз пакет, ребята, вы только посмотрите. Раз пакет, два пакета, вот три пакета. И вот 4 пакета. Вы представляете, 4 пакета я сегодня купил вот такого замечательного молока. А знаете почему? Потому что на него была очень большая акция. И мне один пакет обошелся всего лишь, вы не поверите, 24 рубля 60 копеечек. А вообще это молоко очень и очень дорогое. И стоит оно за такой вот пакет в других магазинах больше 50 рублей. В пятерочке что-то тоже дорого, где-то там 40 с чем-то рублей. И в Били тоже оно было 50 с чем-то рублей. А по акции у них сейчас что-то 40 с чем-то, вы представляете? А я купил, считай, два пакета по цене одного. Ну то есть я бы еще больше понабрал бы. Но и сделали его тоже свежее. Смотрите, ребята, 22 октября 2017 года, сегодня 26-е, да, 26-е. А годин, это молоко годно, до 31 октября 2017 года. То есть еще 5 дней, это отлично. Я за 5 дней его выпью. Видите, как выгодно тоже. Ну что-то в Ашане дешево, что-то дорого. Там это, смотря что. Ну и в принципе, все равно человек выигрывает, как бы это, на чем-то ты экономишь, на чем-то переплачиваешь, а куда ты от этого денешься. Ну вот такие вот покупочки у меня сегодня были в Ашане. Так, значит, итого я сегодня, 26 октября 2017 года в гипермаркете Ашан потратил итоговую сумму моих покупок, которая составила 456 рублей ровно. Наличными я дал 1000 рублей ровно, а сдачу мне дали 544 рубля ровно. Да, ребята, сегодня погода резко изменилась, резко поменялась в не лучшую сторону. Я сегодня из подъезда вышел, очень был сильный ветер и очень сильный сейчас идет снег. И да, и пасмурно, да, уже как бы скоро вот уже зима. Ну что я могу вам еще, мои хорошие, сказать? Заходите ко мне почаще на мой канал в гости. Рекомендуйте мой канал своим друзьям. Подписывайтесь, ребята. Не забывайте про колокольчик. Колокольчик нужен для того, чтобы вы знали, когда я добавлю на свой канал новое видео. Поэтому обязательно подписывайтесь и сразу же кликайте мышкой по колокольчику. Ставьте лайки, дизлайки тоже ставьте. Комментируйте видео. И тогда у вас все будет хорошо. Ну что мне еще вам, мои хорошие, сказать это самое? У меня все нормально. Я жив-здоров. Живу и радуюсь жизни. В хорошей форме. Занимаюсь спортом. Каждый день приседаю. Каждый день отжимаюсь. Подтягиваться я не люблю. Да и что-то особое не могу. А вот отжиматься, отжимаюсь. И приседания делаю, зарядку. Никому никогда зла не желаю. Стараюсь неадекватных людей и психически неуравновешенных терпеть. Потому что с такими людьми нельзя связываться. И вот в принципе никогда ни на кого зла не держу. Ни на кого в принципе не обижаюсь. Потому что что толку обижаться. И никогда никому не грублю. Будьте, ребята, людьми. Будьте умными людьми. Будьте адекватными людьми. И будет у вас все тогда хорошо, ребята. Поэтому пусть у вас тоже будет все хорошо. Вы пишите мне в комментариях почаще, что вы хотите, чтобы я больше снимал. Каких видео. Потому что вот что-то обзоры покупок вам не особо нравятся. Вам нравятся больше обжоры. Хотя мне обжоры не нравится делать. Ну что ради вас не сделаешь. На все уж пойдешь. Вот по огороду я хорошие видео свои авторские выложил. Как подвязывать огурцы. Как ухаживать за огурцами. Как ухаживать за кабачками. Чем я подкармливаю те или иные свои растения. Вам почему-то эти видео тоже не особо нравятся. Вы почему-то их не смотрите. Поэтому, ребята, смотрите тоже. Заходите в плейлисты. На моем канале есть отдел плейлистов. И там вот это найдете. Все, что связано по огороду. Много советов полезных, хороших, авторских. Поэтому все, ребята. Теперь точно все. Не буду вас мучить. До новых и скорых встреч. Обязательно увидимся. Все, пока.